Всем привет! Привет! Сегодняшнее видео будет очень интересным, так что усаживайтесь поудобнее, ведь мы отправляемся на кемпинг. Кемпинг по-американски. Некоторые ребята спрашивали меня о том, какие виды кемпинга существуют в штате Вашингтон. Сегодня я хочу немножко поговорить об этом. Первый из них это автомобильный организованный. При въезде на кемпинг вы должны остановиться и зарегистрироваться. Указал свое место и вам распечатают специальную бумажку, которую должны будете повесить на зеркало автомобиля. Процедура эта обычно короткая, но потраченное время, конечно же, зависит от количества людей, приехавших одновременно. После прохождения регистрации вы можете двигаться к своему месту. Обычно места тут хорошо обозначены и пронумерованы, так что не найти их просто невозможно. При езде по территории кемпинга нужно быть очень внимательным, потому что здесь полно велосипедистов и детей на самокатах. В общем, вы как бы вроде приехали, но расслабляться, конечно же, не стоит. Автомобильный кемпинг расположен в специально отведенных для этого местах. Как правило, вы можете зарезервировать себе это место заранее, либо без возможности резервации. В таких местах вы найдете среди сервисов туалет, найдете воду, иногда душ. Сегодня мы на автомобильном организованном кемпинге, поэтому давайте посмотрим, что есть на этом месте. Место достаточно большое, на самом деле может быть место только под палатку и под кострища и все, и больше ничего. Это рассчитано на три палатки. Это наша палатка большая для автомобильного кемпинга, для бэкпакинга, естественно, будет совершенно маленькая. Здесь все для автомобильного кемпинга. То есть у нас здесь есть стол, который здесь стоит всегда. Есть кострища, где можно сжечь дрова и можно жарить мясо или что вы будете кушать. Вот наша палатка, стулья, которые мы привезли, наша палатка достаточно большая. Здесь мы используем надувные матрасы, используем спальники и подушки. В принципе, что еще нужно. Хотя многие любители автомобильного кемпинга сейчас перешли на раскладушки. Я не знаю, удобно это или неудобно. Нам привыкшим спать на ковриках просто и на земле при бэкпакинге. То есть надувные матрасы это как перины. Вот автомобиль стоит сзади и все. И дальше уже будут соседи, когда приедут. Вот так. Цены на этом кемпинге отличаются. Зависит от электричества, от того, привезли вы с собой дом на колесах или нет. Или это популярное место, или нет. В общем, от 27 до 50 долларов за ночь. Этот кемпинг имеет особенности, которые могут не встречаться в других местах. Здесь запрещено ставить палатки на траву. И здесь соседи достаточно близко находятся друг к другу. Второй вариант автомобильного кемпинга это дикий кемпинг. Здесь вы ничего не можете зарезервировать. И вы сами должны искать себе место на территории земель общего пользования. Как правило, такие места находятся вдоль лесных дорог. И сервисов, конечно же, там нет никаких. Следующий вариант кемпинга это бэкпакинг. Тут вы доезжаете на своем транспорте до какого-то определенного места, оставляете его там, берете рюкзак со всей своей поклажей и идете к месту своего кемпинга. Здесь могут быть два варианта. Первый это кемпинг может быть опять абсолютно бесплатный. А второй это может быть с разрешениями. Разрешения могут быть различные, их может быть достаточно много. И их не всегда легко получить. Есть такие, которые вы получаете сегодня на сегодня. Есть такие, которые нужно получать заранее, потому что это популярные места. Очень много желающих. Ну а есть такие, которые просто разыгрываются в лотерею. Людей очень много, которые хотели бы туда попасть. Пожалуй, это и все. Еще, что хотел добавить, что в зависимости от того, какой тип кемпинга вы выберете, такое оборудование вы подбираете. То есть для рюкзака это будет все легкое и компактное. То, что вы будете нести на своих плечах. Ну а для автомобильного это все то, что вы посчитаете нужным. Взять с собой все то, что поместится в ваш автомобиль. Как правило, очень многие тащат с собой кучу добра и устраивают здесь просто кинотеатры и спальные комнаты. Ладно, это не надо уже. Итак, назрел разумный вопрос. Так почему же мы при наличии многих минусов этого кемпинга сюда приехали? И ответ прост. Главное тут не кемпинг. Главное тут природа, по соседству с которой он находится. Продолжение следует... Несколько недель назад я стоя вот на той смотровой площадке пообещал вам, что мы снимем видео об этом месте. Сегодня мы здесь. Это одно из природных чудес Северной Америки. Сухой водопад Drive Falls. Субтитры создавал DimaTorzok Во время ледникового периода ледники на севере перекрыли реку Коламбия, заставив ее изменить свой маршрут. Река, наполнявшаяся водой, была вынуждена искать новое русло и принесла свои воды сюда. Когда последнее наводнение стихло, обширные районы восточного Вашингтона остались сухими. И эти сухие каналы называются Кули. Этот канал самый большой, поэтому его название Гран-Кули. Это базальтовая пропасть шириной 3,5 мили и высотой 400 фут на порядка 120 метров. Оставлена сухой после последнего из нескольких наводнений, прокатившихся по этой земле во время ледникового периода. Огромное наводнение направило поток воды, несущийся со скоростью 65 миль в час, через эту скалу. Таким образом создал здесь большой водопад. Подсчитано, что падения воды были здесь в 5 раз шире, чем Ниагара. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok На расстоянии 2,5 мили от нашего кемпинга находится озеро, которое окружено высокими скалами. Оно не длинное, где-то порядка 2 миль. Если взлететь высоко-высоко, то смотрится как река, потому что она не широкая. Имя ему Deep Lake, глубокое озеро. Субтитры создал DimaTorzok Вдоль озера тянется не длинный трейл, всего лишь, я думаю, милю, не больше. Идет он прямо над озером, и с него открываются очень красивые виды. Заблудиться невозможно, потому что везде стоят вот такие знаки. Но будьте внимательны, начался сезон змей, и мы уже одну встретили. Субтитры создал DimaTorzok Каяк это отличный способ времяпрепровождения. Ну и, конечно же, транспортное средство, которое способно доставить вас туда, куда частенько не добраться ни на автомобиле, ни пешком. Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»